и тензорные поля на микрообразе. Ну, на самом деле, не только сегодня, но и на следующей лёгке тоже, потому что тема такая достаточно длинная. Много чего надо определять. Тензорные формы и тензорные поля. Тут Тиарем будет мало, а будет много определений. На самом деле, вся наука, связанная с анализами на многообразиях, тут даже не то, что будет много сложных теорем. Тут вся хитность стоит в том, чтобы придумать правильный аппарат, дать правильные, удобные определения, так, чтобы все содержания подтверждений оказывались достаточно коротких рассуждений. Поэтому определений много, а сложных теорем, в общем, не очень много. Ну так вот, давайте начнем с первого такого частного случая тензорного поля от определяя дифференциальной один формы. Итак, пусть нам дано главку многообразия m. Первое определение. Ко-касательное пространство N в точке Х Это пространство, которое обозначается вот так Это Х'н И это просто сопряженное пространство к касательному пространству То есть векторное пространство, состоящее из всех нанимных функционалов на касательном пространстве Элементы ему называются ковекторами Ковекторами или в альтернативной терминологии ковекторами Примент, который на самом деле у нас уже возникал Если нам дана гладкая функция квадратности Х'н То Ю дифференциал выбирается ковекторам К чему? Формально Ю дифференциал это линейный оператор из касательного пространства к многообразию В касательное пространство к прямой Но мы с вами уже в прошлый раз договорились Касательное пространство к R отождествляется самим R Так что это линейный функционал, то есть ковектор в точке Х'н В частности, если мы возьмем координатные функции в окрестности точки Х'н Они будут ковекторами На самом деле, можно сказать, даже немножко больше Пусть нам дана система координат В окрестности точки Х'н Тогда дифференциалы этих координатных функций Образует базис ко касательного пространства Дуальный к базису, состоящему из операций взятий частных производных Д по ДХ1, Д по ДХм Это у нас базис касательного пространства Ну то, что это базис касательного пространства, мы с вами давно уже поняли Значит, это будет его дуальный базис Доказатель совершенно тривиальное, как это проверить Нужно просто вычислить значение этого пространства в таком пирте Что ДХ1, Д Вычислим на Д по ДХж Чему это равно? Да, это равно ДХ1 по ДХж Ну и, значит, действительно, это будет базисом Базис дуальный Базис из операций взятий частных производных Ну, в частности, значит, раз это базис, значит, любой конвектор можно по этому базису разложить Вследствие Любой конвектор, скажем, Омега в точке Х имеет вид Омега-литер на ДХ-литер Сумма по И, я сумму не пишу, поскольку Наши соглашения о суммировании по повторяющимся индексам остаются в силе И Омега-литер это такое действительно число для каждого и Ну и, почему оно должно, тоже трудно видеть Это значение Омега на Д по ДХж Значит, каждому кубектору соответствует набор координат Как этот набор координат выглядит в другом базисе? Ну, тоже непрудно подсчитать, давайте подсчитаем У нас есть две системы координат Х1-литер и Х1-литер Эта система координат в какой-либо опросе в точке Х Ну и пусть Омега это конвектор в точке Х Разложим его по дифференциалам этих координатных конвиций Омега-литер ДХ-литер и Омега-литер ДХ-литер ДХ-литер Суммернее по ни, поскольку опять-таки индекс встречается дважды Эта формула называется Тензерный закон при образовании координат по вектору Очень похоже на Тензерный закон при образовании координат вектор Но только там, если вы помните, дифференцировались координатные функции Второй и новой координатной системы по старой А тут наоборот Добавить это опять-таки совершенно реальное Будем просто записать нашу Олегу Нашу Олега в таком виде Ну а теперь рассмотреть ДХ-литер как функцию от штрихового координат Дифференциал Ну а теперь с другой стороны Омега-литер на ДХ-литер Остается сравнить вот эти две вещи Ну, координаторы должны быть равны друг другу Все Формула та красная. Ну и, пользуясь этой формулой, можно теперь дать другое эквивалентное определение ковектора, координатное определение. Так же как с вектором, у нас было много определений касательного вектора, так же можно и ковектор определить в координатном виде, в определении штрих. Ковектор в точке ХСН это некое правило, сопоставляющее каждой системе координат в ответственности точке Х, набор чисел О1, О1. Причем не произвольно, сопоставляющие, а таким образом, что если в какой-то другой системе координат с 1 штрих, с 1 штрих соответствует набор чисел О1, 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 то эти два набора связаны соотношением к разным тенденциям закона. То есть должна быть выполнена Формула О1. Это координатное определение ковектора. Ну, неваженным глазом видно, что оно эквивалент к предыдущему, потому что если нам задан ковектор в смысле нашего определения, ему соответствует ковектор в смысле того определения. Ну и наоборот, если каждой системе координат поставим таким образом набор чисел, то мы возьмем фиксируем сперва произвольную систему координат и определим ковектор вот этой его формулой. Если нам Омега будет резантной, то можно Омега определить вот этой формулой. А из тенденциального закона следует, что эта формула, на самом деле, левая ее часть, не зависит от выбора системы координат. Поэтому, действительно, эти два ковектора другу эквивалент. Хорошо. Ну, это пока что точка была фиксирована. Теперь давайте точку отпустим и будем осматривать не индивидуальные ковекторы. Ковекторы, зависящие от точки. Семейство ковекторов, заданных каждой точке многообразия. Они называются дифференциальными одинформами. Дифференциальная одинформа. Слово дифференциальная я в дальнейшем буду опускать. Будут быть просто одинформа. Одинформа намногообразия. Это семейство касательных векторов. Если простите, семейство ковекторов. Семейство омега в ковекторов омега от х. Омега от х ковекторов в точке х. Заданных каждой точке нашей омега. Ну, как и с векторными полями, такое определение чаще общее. Потому что, если у нас, как говорится, на гладкие многообразия, наверное, на дифференциальные одинформы нужно наложить какое-то условие гладкости. Как это сделать? Ну, так же, как с векторными полями мы делали. Давайте заметим, что если мы возьмем какую-нибудь карту, скажем, у с координатами функции или функции 1xn, то в каждой точке этой карты наш ковектор омега от х мы можем разложить по дифференциалам координатов функции. И получается только в такую форму. Вот это явно в каждой точке. Стало быть, омега и гидриды, а теперь же становятся функциями нау, числовыми. Ну и, естественно, надо назвать омега и гладкой, если все эти функции гладкие. Омега и гидриды, если все функции омега и гидриды в этом изложении, давайте эту цифру 2 поставим. Если, обратите, ну тут нам надо сказать, аккуратно, что обогрестите каждой точке, да? Значит, если для каждой точки х и гидриды придется ката у 1xn, содержащая в себе точку х, то есть такая же, что все функции омега и гидриды об формуле 2 вкладки. От каждой, конечно, не зависит. От каждой, конечно, не зависит, в целом, связанной заходкой образования. То есть, если она гладкая, то на самом деле это условие выполнено в любой панте. Нам ее образили. Следует из тензовного закона. Потому что если у какой-то тракции омега и гидриды гладкие, то вот эти функции dx и dx' по dx' они, конечно же, тоже гладкие, просто по определению вкладку многообразия. Значит, как-то омега и h' тоже будет вкладкой. Ну, от выбора карты не зависит. Но все-таки, формально говоря, определение как-то опирается на координаты. И также, как с векторными полями, наше эстетическое чувство, хочется, чтобы мы дали другое определение, которое бы никак не зависело от, не только зависит от выбора координат, но вообще, которое бы не опиралось никак на координаты. Это сделать можно. Давайте с этой тенью сделаем вот что. Пусть нам дана какая-то один форма омега, даже пока что не обязательно гладкая, просто произвольная. И заметим, что она порождает такое изображение, которое я временно опознал через омега с крышкой. Отображение из пространства всех векторных полей на многообразии пространства всех функций. Всех, вообще всех. М это пространство всех функций на многообразии m. Как оно действует? Ну вот как. Если xe это векторное поле, то омега с крышкой от xe должно быть функцией. Поэтому мы должны сказать, чему она в точке x. И мы определим вот как. Это будет просто значение функционала омега от x на векторе c от x. Началось отображение из пространства векторных полей пространства всех функций. И еще одно обозначение давайте введем, удобное для дальнейшего. Давайте на каждой точке нашего многообразия таким символом договоримся обозначать пространство всех ростков лапких векторных полей в точке x. Ну, что такое росток векторного поля? Обозначение такой же, как и для ростков функций. Класса эквивалентности векторных полей за одно из пространства в точке x для этого отношения эквивалентности так же, как и для функций. Это реакторное пространство. Ну, столкнуть у нас возникает сразу два отображения. Одно действует из пространства всех векторных полей пространство ростов и сопоставляет каждому векторному полю его росток в точке x. А другое действует из пространства ростов по касательной пространства . И каждый способ выставляет значение этого ростка в точке x. Только, почему звездочка написал? Касательная пространство у нас покажет не форму, а тут разница. Значит, значение ростка в точке – это касательная метра. Вот два отображения возникают. Давайте эту цифру 3 поставим. Лемма, которую мы часто будем использовать. Крупа отображения в формуле 3 с инъекцией. Каждый раскок векторного поля является раскоком векторного поля, определенного вовсюду на многообразии, и каждый касательный вектор является значением какого-то векторного поля. Доказательное слово-слово как для функций, поэтому я оставляю его в качестве упражнения. Надо взять росток векторного поля, домножить его на повторяющую срезающую функцию, которая имеет компактный носитель, ну и в итоге получить векторное поле с тем же ростком, а уже определенное всего. Ну а с помощью этой леммы не трудно дать эквивалентное определение гладкости для один формы. Один форма омега в мегобразии m является гладкой, тогда и только тогда, когда я доказывал гладку векторного поля на m, функция омега с крышкой от кси это не просто функция, а гладкая функция. Доказательство, и опять чистое, я стараю его в качестве упражнения, потому что оно опирается на эту лему и доказывается так же, как для функций. Собственно говоря, что здесь надо сделать? Если бы у нас многообразие, было бы не позволено многообразие по пространству vrn, посмотрите, а я сделал уже, да, в координатах. Ну давайте я каким-то сторонам подпишу, намечаем ее. Как вот эта формула выглядит в координатах? Вот эта вот. Омега с крышкой от кси, это омега-и на кси-и. То есть омега-и на координаты формулы омега, а кси-и на координаты d-хом-дом поля кси. Поэтому омега и t, если бы координаты были бы определены глобально, омега и t это было бы просто значение омега на d по dx и t. Формула я тоже где-то там написала. Омега и t это значение омега на d по dx и t. Поэтому, если d по dx и t было бы определено всюду, то так раз было бы нечего. Ну а то, что оно определено всюду, тоже большие проблемы не создаёт в силу этой леммы. Возьмём систему координат, зафиксируем, срежем, возьмём ростки векторных полей определенных всюду, так, чтобы в отрезке точек они совпадали бы с ростками векторных полей d по dx. Ну и применим к ним омегу, получим координатные функции омега. То есть всё так же, тот же самый приём работает, что и омега. Значит, получаем эквивалентное определение гладкости для один формы. Ну хорошо, давайте пространство всех главных один форм. Будем назначать в дальнейшем вот так, омега 1 на d. Пространство всех главных один форм на d. Конечно же это векторное пространство, один формы можно складывать подочечно. Но, на самом деле, это не просто векторное пространство. Так, ещё несколько наблюдений сделаем. Первое. Во-первых, омега 1 на d не просто векторное пространство, а модуль на далке главных функций. Как определяется умножение функций на один формул? Ну просто поточечно. Если f это гладкая функция, а омега это один форма, tf умножить на омега это один форма, значение которой в точке x равно просто f от x умножить на омега от x. Ну и ясно, что эта операция задаёт на пространство один форм, структуру модуля от алгебрии главных функций. И, кстати, тоже самое верно и для векторных полей. Все векторные пространства все векторные полей тоже, это не просто векторное пространство, а модуль от алгебрии главных функций. Тоже умножение задается поточечно. Вот это, конечно, третье наблюдение. Только оно написано, оно становится очевидным. Что если возьмем гладко один форму, произвольную, омега, и рассмотрим соответствующие отображения омега с крышкой. Омега с крышкой у нас действует из векторных полей, теперь уже углавные функции на m. Это наблюдение следует в том, что это отображение является антиморфизмом модулей. на данных предметах функций. Ну, действительно, смотрите просто на определение этого самого амега с крышкой. Просто из этого определения сразу же видно, что это морфизмом модуль. Ну, стало быть, что же получается? Получается, что мы имеем такое отображение из пространства всех гладких один форм модульных, действующих из модулей векторных полей, но гладких комплексов. То есть отображение каждой один форме амеркости представляет матрицам амеркости крышки. Давайте это 4 поставлю. Вы как-то, наверное, уже почувствуете это отображение 4 с крышкой. Это не просто отображение а из морфизма. Это из морфизма модуля, кстати. Чтобы говорить, что это из морфизма модуля, я, наверное, должен был бы сказать, что морфизма из одного модуля в другой тоже обладает естественной структурой модуля. Это так для любой коммутативной аудитории, на самом деле. Надо это пояснять или это знакомый момент? Что если у вас есть коммутативное кольцо и два модуля над этим кольцом, то морфизма из первого модуля в второй тоже будет модуля. Тут, конечно же, кольцо коммутативное, иначе там всякие проблемы возникают. Но тут кольцо коммутативное, так что все хорошо. Так что вот у вас есть два модуля, и это отображение будет из морфизма из первого модуля. Ну, тут доказательство такое. Оно чем-то, конечно, похоже на доказательство для функции, но все-таки там есть разные моменты, которые отличаются. Давайте я это докажу. Ну, то, что это морфизма модуля, это следует из его определения. Очевидно, это морфизма. Умножение. И там, и там, в каком-то смысле поточечные. Поэтому прямо из формулы, которая создается, следует, что это морфизма. Причем модоморфизма? А если это безлема? Безлема предыдущий следует, что это модоморфизма. Ну, действительно, давайте я формулу, которую я успел, восстановлю. Значит, у нас омега с крышкой от кси, точка х это омега от х на кси от х. Поэтому если омега с крышкой равно нулю, значит, для любого векторного поля кси или любой точки х эта вещь равна нулю. Но кси от х может быть совершенно произвольным вектором из касательного пространства. Потому что отображение из векторных полей в касательное пространство, которое каждому векторному полю ставит соответствие его значения в точке х, это реекция. Поэтому здесь смесь х на кси от х можно считать в любой касательный вектор. Осталось бы, омега от х это нулевой функционал, ну и все. И эту фразу в точке х, значит, омега это нулевая форма. Так что мономорфность, инъективность этого пространения, следует безлема нашей предыдущей. Вот это реекция. Почему с реекция? Тут надо немножечко рассуждать. Ну, возьмем элементы с правой части. Пусть альфа это аморфизм модулей. Векторные полей, гладкие функции. Мы хотим по нему построить один формул. Ну, чтобы построить один формул, нужно в каждой пыль задать коверку. Править, что они задают гладкое семейство. Поэтому мы зафиксируем производную точку х. И вот, исходя из этих данных, построим коверку. Чтобы построить, такая лемма нам пригодится. Давайте я через nx обозначу множество всех векторных полей на многообразии n, у которых росток точки х равен 0. То есть такие полей, которые в некоторой окрестности точки х обращаются луны. Ну, и аналогичное обозначение ведем для функций. То есть мы рассмотрим идеал тех гладких функций на многообразии n, которые в точке х обращаются луны. Росток, который в точке х равен 0. То есть те функции, которые заморяются в окрестности точки х. Вот вы знаете, что тогда любой модфизм альфа, переводим nx в х. Ну, в самом деле. Тут еще проще, чем для функций. Пусть ξ – это векторная поля с 0 выбросом 0. Это означает, что некоторые окрестности, точке х, по которой мы, если захотим, можем предполагать, что она целиком содержится в некоторой карте. Нам нужно догадать, что альфа-аткси тоже в некоторой окрестности точки х дает 0. Ну, как мы и делали раньше, выберем срезающую функцию. То есть выберем в окрестность точки х, которая вместе с замыканием содержится в углу, и главную функцию, я понимаю, в разе h, давайте его назначим. h – это в разе n, носитель, который содержится в углу, а на замыкании v – она тоже есть 1. Мы уже знаем, что такая функция есть. Что тогда можно сказать про h – ξ? Ясно, что это 0. Потому что на u у нас ξ равна 0, а носитель h содержится в углу. Значит, это нулевое в поле. Ну, морфизм модулей он переводит в 0. Ну и кроме того, это морфизм, поэтому h можно вынести. Это h умножить на альфа-акси в углу. Теперь сюда поставим произволенную точку y без ответственности v. Что будет? Тут будет h от y на альфа-акси в точке y. Но h от y равно 1, поэтому мы получим альфа-акси в точке y равно 0. То есть наша функция альфа-акси равняется на v. Ну, а значит, альфа-акси лежит в x. Или именно до красного. Ну, а теперь уже можно доказать, что наше отображение – это всё революция. То есть построить по заднему морфизму альфа один формул для многообразия. Как мы это сделаем? Ну, картинку надо порисовать. Вот у нас есть наш альфа. Тут у нас есть каноническое отображение к вертикали, которое каждому векторному полю сопоставляют и у нас только к точке x. Ну, а тут отображения, которые кажутся и гладкие функции, составляют нейроскоп в точке x. Они эпимарфизны от стрелки. И ядро этой стрелки переходят к ядро этой стрелки. Ну, ядро этой стрелки – это nx, ядро этой стрелки – это ix. Ядро переходит в ядро, значит, коллекционное протилот отображения отсюда сюда, делающую диаграмму коммутации y, а потом его альфа-акси. Начали с леммы, следует, что существует виденция отображения альфа-акс, такой же диаграммы квантативного. Ну, и, очевидно, альфа-акс тоже будет альфа-аксом модулей над алгивой ростков в точке x. Тоже есть контактивные диаграммы с тем. Хорошо. Чем он для нас удобнее? А тем, что вот этот модуль ростков, вектовых полей, конечно, порождён и свободен. Давайте пока тут немножечко места оставим, потому что диаграмму потом достраивать надо будет. Значит, выберем систему координат. Плюс 1xn, систему координат в окне с цветочки x. Тогда росток любого векторного поля x в любой элемент этого модуля может быть разложен вот как x равно сумма . Ну, я тут уже значок для взятия ростка не опишу, потому что Путинс это никакой не приведёт. Значит, здесь dp dx это росток в верхнем поле dp dx. Ну, где xe это какие-то ростки, xe это какие-то ростки. Определённые элементом все однозначны. Ну, на языке алгебра это означает, что модуль ростков вектовых полей заводен, конечный порождён, имеет рамок n. Ну, хорошо, значит, такая формула есть. Давайте давай альф поменим. Альфа от кси тогда что такое? Это будет кси t выносится, а тут будет альфа от n dx. Тут делаем важный вывод, что если у нас кси от x равно 0, то и функция альфа от кси, то есть x равно 0, альфа от кси. Собственно, после этого, начиная с этого момента, нам какие-то ростки будут уже не нужны. Вот этот пространство ростков векторных полей мы ввели единственную с той целью, чтобы доказать вот это утверждение в рамочке. Значит, если векторное поле в точке обращается 0, то альфа от кси, каким бы мы какой коморфизм мы ни взяли, альфа от кси это функция, а на точке x тоже равно 0. А на ростах, то диаграмму можно построить. Давайте каждому ростков векторного поля с поставленным его значением в точке x попадем в касательное пространство. Каждой главной функции, раскуп каждой главной функции с поставленным его значением в точке попадем в R. Значит, тут у нас опять-таки есть анонические геморфизмы. Эти оба отображения, они сюрекции. Ну, вот эта сюрекция по предыдущей теме, а эта, вот, очередная сюрекция. Каждое число является значением какой-то гладкой функции. Этой стрелке переходят и другие этой стрелки, а не об сюрекции. Значит, существует единственное отображение омега от х, делающее диаграмму коммутативной. Единственное отображение омега от х, такое, что диаграмма, ну, что, а диаграмму, да? Диаграмма у нас две, поэтому, что это будет диаграмма, скажем, d1, а диаграмма d2. Такое, что диаграмма d2 коммутативная. Диаграмма и линейность всех стрелок следует, что нижняя стрелка тоже линейна. Омега от х, это, осталось быть у нас по ректору, в точке речи. Ну, вот, почти что и все. Осталось проверить, что это семейство корректоров, может, в каждой точке речи, сдает гладкая один форму, это гладкая один форма омега, такова, что омега с крышкой равно α. Получаем один форму омега. Но диаграмма просто коммутативна. И с коммутативной диаграммой легко следует вот, что для любого векторного поля x на многообразии, или любой точке этого многообразия, значение омега от х на кси от х равно α от кс точки х. Действительно. Возьмем поры здесь, и пойдем вот так. Что будет? Значит, мы сперва получим, если пойдем вот так, то мы получим где-нибудь будет кси от х, значит, будет омега от х на кси от х. Поэтому если пойдем вот так, мы получим левую часть этой формулы. А если пойдем вот так, мы получим правую часть. Значит, эти две речи равны, а это означает, что α равно x к крышке. И отсюда же, из того, что это равно α с крышкой, следующий формер гладкая а1 форма. Просто потому, что по предыдущему предложению, потому что на гладкие поля приводят гладкие функции. Все, предложение так разное. Значит, гладкая а1 форма можно отождествить с маркизмами модуля из реакторных полей гладкие функции. Поэтому в дальнейшем я эту самую крышку писать не буду, после соглашения примем. Вместо омега-испрыжки я буду писать просто омега. И отождествляем, будем отождествлять, омега-1 от n с модулям маркизмом с вектором полей гладких функций. Ну, хорошо. Значит, мы определили дать какую-то интерпретацию гладкую а1 форму. На самом деле, в каком-то смысле векторные поля и дистанциальные векторные поля и 1 форм можно было бы влиять местами. Это утверждение означает, что модуль 1 форм дуален модуля векторных полей. Ну, дуален именно в этом смысле. Но, верно, это утверждение. Это я вам повторяю в качестве задачи. Вот стоит в том, что векторное поле x является гладким, тогда и только тогда, когда для каждой гладкой а1 формы функция и отображение из векторных полей в гуманоморфизме модулей из 1 форм гладкие функции в гуманоморфизме в каждом гуманоморфизме ставить соответствие гуманоморфизме в гуманоморфизме и отображение является изоморфизмом модулей. То есть не только а1 дуален к векторным полям, но и наоборот. Вообще, конечно, это доказывает, потому что это не львейный алгоритм. Модуль находится и бесконечно мерный векторный на пространстве. Поэтому, если 1 дуален к второму, то это все еще не следует. Но здесь это так. Поэтому, в принципе, если бы нам захотелось бы так экзотически построить теорию, мы могли бы сперва определить только гладкая а1 форма, а потом с ее помощью гладкое векторное поле. Ну, мы бы уж так сделали по традиции, если бы у вас есть поля, потом формы. Но, в принципе, при желании можно было бы сделать и наоборот. Эти вещи совершенно взаимозаменяемые. Гладкие друг к другу. Ну, хорошо. Значит, с 1 формулами разобрались. Теперь давайте перейдем к более общим объектам, к тензорным порядкам географии. Ну, для начала несколько обозначений изменения алгебры я дам. Скорее всего, вы с ним знакомы, по крайней мере, напомню, потому что мы им в дальнейшем будем пользоваться. Пусть нам дано векторное пространство, которое мы называем. Векторное пространство для определенности надо полем действительных чисел. Хотя, можно было бы на любым взять. Пускай нам в первую. И давайте ведем такое обозначение. В с индексами Пу. Этим символом мы будем обозначать вот такое вот тензорное произведение. П-экземпляр пространство В и Ку-экземпляр пространство небоскреженного со звездочкой. И называть этот объект мы будем пространством тензоров типа Пу над пространством В. Ну, тензорное произведение, конечно, все доберется на ответ. Ну, что про него можно сказать? Несколько наблюдений давайте сделаем. Значит, если мы Пу поменяем местами, то вот это пространство ВПК коммунически отождествляется с сопряженным к пространству ВКУП, если В конечномерным. Ну, а конечномерные пространства это единственные случаи, когда нас интересует. Ну, действительно, если мы вот эту штуку спряжем, то здесь звездочки появятся, а спряженные к тензорному произведению это канонический заморф на тензорном произведении спряженных в конечномерном случае. А здесь звездочки исчезнут, потому что у этого звездочками канонический заморф на тензор. Ну, и потом это я просто сюда переставлю, а это сюда. Это произведение коммунитативно с точностью до канонического изоморфизма. Поэтому тут у нас возникает такой изоморфизм. Ну, и его же удобно отождествовать с пространством всех полилинейных форм на вот таком пространстве. Ну, просто потому что сопряженные к тензорному произведению двух пространств это пространство полилинейных форм на прямом произведении этих пространств. Ну, поэтому в дальнейшем я вот эти отечественные всегда буду рассматривать как равенство, сколько они кронические. Иногда буду осматривать тензоры, тензоры как полилинейное отображение. Это не забывает удобно. Ну, что еще нам нужно сказать? Да, ну, несколько частных случаев пространства тензоров. Тензоры типа 1,0 это просто векторы с достанцевой n по определению. Тензоры типа 0,1 это конъекторы, то есть линейные функционалы на v. Тензоры типа, скажем, 0,2 это что такое? Это v со звездочкой на v со звездочкой. Ну, это то же самое, что v со звездочкой. А это то же самое, что билинейной формы. В 1,1, тензоры типа 1,1, что это такое? Ну, это по определению v со звездочкой. Но между этим пространством и пространством линейных операторов существует канонический изморфизм. Знакомые эти вещи, да? Если у вас есть такой тензор, есть тензор на f, ему соответствует оператор, который вверху линейных переводят в радиопод y. Оператор ранга 1 соответствует такому результату тензору. Ну, и любой оператор может быть записан в виде суммы таких. Ну, еще скажу пару слов по поводу базисов пространстве тензоров, поскольку это нам скоро понадобится. Если мы в пространстве v выберем какой-нибудь базис E1, в пространстве v, в пространстве v выберем базис E1, то в сопряженном, конечно, можно выбрать дуальный базис. Возначительность E1, 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 D1, E2, E1, D1, E2, E2. Это означает, что E является жидного пыта символом проживания. Тогда всевозможный элемент вот такого вида Е1, Е и П с нижними метриками, тендерами на Е1, Е, Ж и светлые метриксы. Они образуют базис в этом пространстве для заживания типа ТПУ. Это тоже стандартное подтверждение зеленей на алгоритм. Если у вас есть два ефтных пространства, то в одном из них базис Е, в другом Е, Ж. На тендеральном произведении такие элементы тоже будут создавать базис. В частности, все следует, что размерность пространства тендерров типа ТПУ это в том степени ТПУСКО. Ну хорошо, значит это были воспоминания изменений на алгоритм. Теперь давайте вернемся на многообразие. ТПУСКО. Значит пусть теперь X это, n это теперь в товарищем многообразии. Определение. тендерров типа ТПУСКО в точке X в гообразии n это просто элемент пространства тендерров типа ТПУ, построенных на касательном пространстве n в точку X. Ну любой элемент, конечно, как только что и говорил, можно разложить по базису. Как его разложить? Ну в базисе, конечно, есть разные, но как построить базис в косякнем пространстве, исходя из локальной системы координат, мы уже знаем. ТПУСКО в точке X. Тогда любой элемент тендерров типа ТПУ может записать вот как. Т равно значок суммы, я не пишу, сумма тут будет, правда, по повторяющимся индексам, i1, dp, g1, gq, тут будет d по dx, i1. Нехорошо. Видите? Чем хорошее тендерное обозначение? Что они установлены так, что совершенно невозможно написать неправильный фон. Это я сейчас слышал, я не понял, что фон мог быть в бессмысле. Так что один и правый фон будет так вот, d по dx1, так далее, d по dx и p, dxg1, так далее, dxgq. Действительно, вот эти элементы образуют базис касательного пространства. Это и вануальный базис, как мы только что знаем. Так что эта формула просто частный случай того, что эти элементы образуют базис пространства. здесь t e1, p, t g1, gq, это какие-то числа. Суммирование производится по всем индексам, и по e1, p, и по g1, gq. Ну, можно спросить себя, как эти координаты связаны друг с другом, если мы перейдем теперь к другой системе координат. Вот легко посчитать координат. Пусть у нас есть две системы координат. x1, xn и xn' системы координат ответственности точки x. Пускай t это тензор, типа pq в точке x. И пускай t e1, p, g1, gq, g1, gq' это его координаты, координаты t относительно x, x, x и xn' Я напомню, что буквы я использую ту же самую, t, а индекс я опишу не один индекс, а один штрих, индекс штриховный, в общем. И это означает, на самом деле, что координаты, соответствующие одной системы координат, мы обозначаем числами от 1 до n. А координаты, отвечающие другой системе координат, мы обозначаем не числами, а просто символами. От одного штрих до n штрих. Это другие символы. Это очень удобно, потому что позволяет избежать отведения новых букв. Я вместо какого-нибудь там s пишу ту же самую букву t, а индекс и другие. Тогда эти координаты, связанные друг к другу, мы обозначим преобразование. Т и один штрих и п штрих, g один штрих, g q штрих равно, П на один штрих, dg . П на один штрих, g1 штрих. Алекс een x‑ advert. Бой к tiger, gl1 Штрих, dx , gq . Поларин штрих, g1 штрих. Сумерный производится по E1, P, G1, G3, а штифронный прогноз фиксируется. Тензон называется тендерным законом преобразования в общем случае. Тендерный закон преобразования прогноза тендера. Давайте эту цифру кончу, цифры не было. Уже 4, по-моему? Да, цифры 5 оставим, чтобы всем ее приписывать замок, длинная формула. Значит, еще раз, удобство обозначения наших. Мы два соглашения, когда начали говорить с умерным повторяющимся индексом, что с умерным повторяющимся индексом мы не пишем. А второе, что разные системы координат мы обозначаем одной и той же буквой, мы только в качестве индекса берем штифонные индексы. Удобство этих двух соглашений состоит в том, что абсолютно невозможно было бы написать неправильную формулу. Формула либо правильная и осмысленная, либо, если она неправильная, то она обязана быть бессмысленной. Вот в этом и третий техник, как зовут, познакомился. Хорошо? В каком смысле она бессмысленная? А как бы я могу здесь нижний индекс написать? Я вот начал писать с первого нижнего индекса, да? И получается, что если бы я написал нижний индекс, то мне пришлось бы суммировать по повторяющимся индексам, из которых все нижние и все верхние. А такого суммирования делать нельзя. Мы суммировали только в том случае, когда у нас один индекс встречается дважды. В качестве верхнего здесь, в качестве нижнего здесь. А если бы я эти бы написал нижними, то у нас нижний индекс встречается бы дважды. Здесь нижние были бы и здесь нижние. Нехорошо, вот смысла нет. Вот поэтому она и была бессмысленной. Поэтому она и здесь. Я здесь не мог бы написать по-другому. Вот эти опустить вниз, а эти поднять. Была бессмысленная форма. Ну, а доказательств доказательств тут нечего. Доказательства оставили вам в качестве упражнения все следует из того, что а dxc-t это dxc-t, 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 dxc-t. Вот из этих формул все следует. Легко было очевидным. А подставляя их от наших изложений, мы легко получаем то, что вышло. Ну и это позволяет делать такой уже координатный или несколько стран модное определение тензора, которое, кстати, когда того было единственным определением тензора. Тензор типа fq в точке x. Это правило. Тензора, сопоставляющая каждой системе координат, x1, xn в соответствии с точки x. Набор чисел. x1, xn в соответствияorder Набор сторону 2 q, аркаев, а в Тензор . А в Тензор 2000-ти в Тензор соответствует набор tk' и k' , g' , g' , то эти два набора связаны по уступам к тазовым законам преобразования. Уступам у нас отношения к тазовым. Ну, эквивалентность этих определений я вам вставляю в качестве упражнения. Это формально, конечно, нужно какие-то выпуски поделать, но они столь же очевидны, как и для один фон. В одну сторону мы уже построили соответствие, то есть каждому тензеру поставили правило, составляющее системы координат набор чисел, и проявили, что оно преобразовало тензеру в закон. Ну, пока не менее сангулировало, а преобразовало – преобразовало. Ну и наоборот, если нам задан тензер в координатном смысле, то мы зафиксируем систему координат, по этой системе координат восстановим тензером в нашем смысле, и из тензер данного закона следует исследовать, что это определение не зависит от выбора системы координат. Ну, какое определение лучше? Это ответ ни то, ни другое не лучше, они оба лучше, потому что в одних ситуациях удобно, конечно, элегантное определение тензерных произведений, про которые мы первым говорим, а в некоторых ситуациях, когда нужно конкретно посчитать, удобнее пользоваться координатным поделением. Так что это и живое хорошо. Кстати, в этой связи трудно удержаться от того, что вот сейчас как-то принято критиковать пробаков за то, что они там все так формализовали, в таких случаях всякие слова, что такой подход в математике приводит к ее полному бездушиванию и так далее. Можно говорить все что угодно, конечно, но правда тензерных произведений, которым пользуется практически каждый работающий математик, почти каждый, впервые появился именно в структации пробаков. Поэтому можно, конечно, ругаться, но тем не менее все-таки без тензерных произведений вы можете держать это было бы гораздо труднее, чтобы бесконечно писать вот этот самый индекс, произвести независимость чего-то от выбора из кем-то координат. Ну, хорошо. Значит, это пока что все были тензерные точки. Теперь давайте опять какие-то точки отпустим. Будем рассматривать семейство тензеров за одной в каждой точке. То, что получится, будет называться тензерными полями. Определение. Тензерное поле типа pq на многообразии n это семейство тензеров типа pq, семейство t, тензеров типа pq, замкнут в каждой точке нашего заговора. Ну, вот этой формулы, которая написана в южней части доски, которая я еще не стер, более-менее понятно, как для таких тензеров, полей ввести понятие гладкости. Ну, или он, собственно, так же, как он делает для вестренных полей, как для азинфон. Если у нас есть карта, x1xm соответствующие координатные функции, то тогда любое тензерное поле на этой карте можно разложить вот как. Значит, эти координаты уже будут зависеть от x, и, стало быть, они будут функцией на u. Это вам нужно делать любой точке x и z. Снимайте тут цифру 6 поставлю. И, естественно, назвать тензерное поле d гладким, если эти функции гладкие. Он называется гладким. Если для каждой точке x и z найдется карта, ее содержащая, такая же, что в формуле 6, все функции t, k1, f, g1, g2, гладкие. Ну, и глядя вы узнаете формулу, но мы в основном тут видим, что это, если это гладкие ассоциации нашего определения, то эти все функции будут гладкими уже в любой системе, в любой карте. Если это так, то это верно в любой карте. Следует из данного закона Ну, давайте теперь пытаемся дать бескоординатное определение гладкости для транзимного поля. Чем-то это будет похоже, конечно, в море. Будет похоже на то, что мы с вами делали с электронными полями с один-формулами, но тут дополнительные всякие шумности возникают, их нетрудно обойти. Обозначение этого введем. Для каждого транзимного поля Т типа ПКУ Необязательно гладкого. Необязательно гладкого. Мы рассмотрим такое отображение. Обозначение вот с крышкой. Она будет действовать откуда. Из прямого произведения ПКОПИ пространства 1КОН Гладкий. Из прямого произведения ПКОПИ пространства 2КОН Гладкий векторных полей. Ну, значение будет пространства всех функций на n. Как оно будет действовать? Оно будет набором омега-1 омега-п СМС и полей ПКОПИ и полей С1 ХСКУ Сопространяем функцию, значение которой в каждой точке Х многообразие равно значению Т ? На наборе омега-1 ? Омега-1 ? в этой форме, в ее правой части. Я, как я уже и говорил, отраздевляю т оттензер типа ПКУ с полилинейными формами. На прямом определении P копий по касательному пространству или по P касательному пространству. То есть правая часть – это число, а правая часть – это тоже какое-то число, зависит от их. Получаем функцию. Продолжение. Транзовное поле T является главным в смысле нашего определения. Тогда и только тогда, когда мы будем писать длинную формулу. Значит, с крышки принимают значение на самом деле в алгебре лавки. В смысле не будет любой такой набор лавких форм и лавких векторных полей в рот лавкую функцию. Доказательство точно такое же, как и для форм. Ну, кое-какие изменения, конечно, надо проделать. Но когда вы будете доказывать, то вы сросали то, что надо поменять. Просто будет несколько аргументов, потому что в основном доказательства точно такое же. Поэтому мы повторяем это в качестве упражнения. Ну, хорошо. Давайте то станство всех тензерных полей типа PQ как-нибудь обозначим. Оно, как и в случае инфициальных форм, обладает естественной структурой модуля над алгеброй гладких функций операцией по звуку. Что можно сказать про отображение T с крышкой? Вот теперь она уже принимает значение на алгеброй гладких функций. По каждому аргументу будет морфизмом модулей. Средственность фото, которое сдаётся. Соображение T с крышкой, давайте последний раз напишу откуда оно действует. Ну, ради таких соображений мы будем делать полилинейно над этой алгеброй. То есть оно полилинейно над R и является морфизмом модулей по каждому аргументу. По каждому аргументу. По каждому аргументу. Напомню несложное утверждение, стандартное утверждение из алгебры, что у нас есть несколько модулей над коммутативной алгеброй. Скажем, у нас есть несколько модулей над коммутативной алгеброй А. И S к модулей. А мы в один МК. Модулей, конечно, означает тема любого помещенного многообразия. Но X, 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 Y. Это А модулей. что пространство всех а-поли-минейных отображений из прямого произведения x1xk в y находится во взаимообназначенных соответствии это, на самом деле, даже в дезамархизм с пространством маркризма модулей из тезонного произведения это произведение является уровнем а тезис модулей x1x100 модулей y модулей bx устроен непонятный кран здесь у нас поли-минейное отображение ему соответствует подвидное с крышкой которая, однозначно, попадает с тем, что вот такой, что тензор переводит в m от x1x100 просто раз x1x100 ну, это просто, если угодно, одно из эквивалентов произведение тензорного произведения тензорное произведение конечно, можно инструктивно определять но смысл его конструкции как раз состоит в том, чтобы в коре линейное отображение с работой только с линейным ну, это верный взгляд для полей и это же то же самое верно и для коммутативных кондиций для некоммутативных они немножко сложнее там b-модули иногда осматривают но у нас все коммутативное вот, стало хоть что-то у нас получилось мы имеем такое отображение из тензорного паралю типа pq на мотиве образения на модуль маркризма из тензорного произведения давайте я добавлю 2 функции по множеству я попытаюсь сделать обумугую до изъяв это обзыва от многих функций. Ображение каждому, в тензовом полете, споставляет тест-крышки. Это просто разъясняется друг с другом, читает постурафы, и поэтому тест-крышки можно осветить как бы тропоморфизм модели. Следующее предложение. Отображение 7 и морфизм модели. Наказательство, слово такое же, как и для один форм. Ну, вам надо просто кое-нибудь там, где был один, например, писать несколько. Ну, большая разница этого не будет. Потому что, опять-таки, надо проверить сами качества упражнения. Ну и, на самом деле, можно сказать еще кое-что, а то качество упражнения вам оставляет. Вот, если мы записываем точку, то пространство тензеров типа Q удовольствием на пространство тензеров типа QP. Для полей это аналогичное утверждение. Они именно имеют место тензеров из моделей между тензерных полей типа QP и моделей из тензерных полей типа QP в аналогичное утверждение. Ну, как он строится, надо догадаться, просто поточечно. Чтобы построить сэморфизм, можно просто научиться спаливать такое тензерное поле с таким тензерным полем и в итоге получать функцию. Ну, мы делаем это поточечно, с каждой точки получаем число, зависящее от точки. Сразу получаем функцию. Вот это и есть наш изэморфизм. Ну и последнее, что тут может прийти в голову в связи с этими двумя последними формулами. Смотрите, если пытаться сравнить первый и второй аргумент здесь. Один и тот же модуль дуален к двум разным. Вообще-то, конечно, отсюда еще не следует, что эти два модуля совпадают. Но, на самом деле, они все-таки совпадают. Но это уже со звездочкой. На самом деле, через несколько лекций, когда мы сами подробно обсудим с Бенеддитсом на габарате, и звездочка с Лиддсом. На самом деле, можно доказать, ну, по крайней мере, для компактного многообразия. А если еще и принять на веру теорему о конечном осуществлении конечного атласа, которую я вам недавно формулировал, которая почему-то очень мало в таких книжках упоминается, потому что любое многообразие и компактное оно принять все равно есть конечный атлас. Но, по крайней мере, если мы не доказать, потому что это точно вероятно, что конечно атлас всегда есть, то спрейлифт так имеет место такой изоморфизм. В раз в тензенном поле типа PQ, в одном многообразии как много-далалдеробаски конца, и замок в таком тензенном произведении. P у нас вероятные поля, и Q раз в форму. Это уже, конечно, несколько сложнее наказывает, чем эти две формулы. Вообще, если у вас есть посвященное производительное коммутативное кольцо, то один и тот же модуль может быть дуален к нескольким. Но здесь, опять-таки, такого не происходит. Естественно, наши ожидания, что вот этот модуль должен быть изоморфан вот этому, они оправдываются. Хорошо. Значит, на сегодня тогда всё. В следующий раз поговорим про дифференциальные формы в общем случае. У нас сегодня дифференциальный один форм, а вы будете заниматься дифференциальными P формами, где про производное число. Ну и там тоже будет, опять-таки, я не знаю...